Мир находится в опасности, и обычные супергерои, к сожалению, тут бессильны. Каждый из нас должен стать супергероем и заняться своим спасением. Я буду человеком в маске. И прямо сейчас человек в маске займётся спасением вашего настроения. Кида Кабаде, 32-летие Александра Кододова, представляет. Он – герой, которого все ждали и до которого додеялись. Он не надевает штаты поверх трико, а заправляет их в доски. Он спасёт во время этой дикой скуки. Роберт Де Ниро, Мэтью Бакконеки и Леодардо Ди Каприо отказались сниматься в этом фильме, зато снились других, о которых и пойдёт речь. И первый на очереди фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где речь пойдёт о двух старейших актёрах, ищущих себе место в современной киноиндустрии. Рекомендован не только из-за того, что там снимается Брэд Питт и красавчик Лео, а, впрочем, дальше пойдут спойлеры. Ещё один фильм из киновселенной «Марвел Мстители. Финал». Если вы ещё не видели, то обязательно сделайте это, несмотря на длительность, смотрится на одном дыхании. О его кассовости даже и говорить не стоит. Почти три миллиона долларов. Легендарное авто. Легендарная история. Форд против Феррари. Противостояние двух гоночных машин. Америка или Италия. Кто же победит? Паразиты. Трудновыговариваемый и неизвестный актёрский состав. Не повод вычёркивать из просмотра эту картину. А вот максимальное количество Оскаров, которые забрал фильм и интересный сюжет, как раз говорит – стоит посмотреть наверняка. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, возможно, бы позавидовали этому сюжету. Достать ножи, интриги, бронё и расследование убийства любителям детективов стоит обратить на него внимание. Не только из-за актёрского состава, который, впрочем, также хорош. И тут врывается к нам в красочный мир серое и мрачное произведение от DC Comics «Джокер». Игра актёра божественна. И не зря за тяжёлую историю судьбы антагониста Джокера Хоакин Феникс получил Оскар. К просмотру рекомендовано. Джентльмены. Англия, перестрелки, изысканные диалоги с тонким юмором. И ещё раз джентльмены. Ах, да, крутой актёрский состав. Всё это стоит того, чтобы посмотреть ленту под названием, как вы уже догадались, да, джентльмены. Используя такой широкий спектр фильмов, время для вас пролетит просто незаметно. Даже глазом моргнуть не успеете. Александр Кононов, Алексей Семёнов. Утро нового дня!